Здравствуйте, 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 можно мы пройдем? Здравствуйте, мы в каком-то очень важном собрании, ну ладно, давайте, коллеги, а можно? Здравствуйте, я вот сюда сделаю, что меня было видно, я вам скажу, что пришел тут пить. Здравствуйте, 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 уважаемые коллеги, меня зовут Илья Михайлович Боростень, я первый заместитель министра образования Московской области, сейчас министр находится в отпуске, я временно исполняю обязанности министра, и по поручению Ирины Александровны приехала сегодня сюда для того, чтобы мы с вашей помощью разобрали обращение, которое поступило. Я сегодня звезда? Разобрали обращение, которое поступило, большое обращение, там свыше 600 подписей поставлено, поэтому, конечно, эта ситуация нас очень тревожит, и вот надеюсь, что мы сегодня в диалоге сумеем как-то в ней разобраться. Вместе с нами сегодня Татьяна Юрьевна, она заместитель главы городского округа Ленинский по социальным вопросам, она курирует в том числе сферу образования. Светлана Евгения Ломакова, начальник управления образованием, мы надеемся, что родителям знакомы. Ну, с Натальей Юрьевной мы уже познакомились, я надеюсь. Присутствуют коллеги, вот я вижу, скромно из управляющего совета, ну, а чего вы там как наказаны? Ну, в общем, я к тому, что представители педагогического коллектива, которые входят в состав прорывающего совета, они тоже присутствуют. Коллеги, значит, чтобы нам конструктивно выстроить диалог, то, наверное, смотрите, я, конечно, ознакомился. У нас был уже первый раунд встречи с членами управляющего совета, но среди них не было тех, кто поставил бы свою подпись, поэтому мы посчитали, что этой встречи недостаточно, попросили вас собраться. Почему пришли именно те родители, которые работают и прямиком зависят от администрации? Вы про себя сейчас? Нет, я не про себя сейчас. А, ну, поэтому я и не уехал никуда, и поэтому... Ну, да, потому что вас оповестили, что другая бастующая сторона уже стоит под воротами, правильно? Нет, я думаю, что вы еще не стояли сейчас на этот ворот. Мы стояли уже в 12.30. Я заходил в ворот. Мы вас видели. Вы заходили в тюрьмень. Мы вас не видели. Вот, смотрите, я стоял, и вы меня прошли, и мне сказали, что никаких... Коллеги, ну, в любом случае, наше встречу... Нет, вы послушайте, пожалуйста, что мы... Еще раз. Мы хотим обсудить, когда я заходил в ворота... Нет, почему не пришел, а я встал на вахте. Хорошо, простите, что я вас не узнал в лицо, что вы из тех, кто поставил... Это человеку сказали, что никакого собрания нет, но не в пусть об этом не повезти. Уважаю. Не до тех, как пока мы не стали настаивать, нам сказали, что здесь никакого собрания нет, не будет, и вообще. То есть только после того, как родительские книги... Те, кто успел быстро собраться, потому что никто ничего не знал заранее, ничего об этом сказано не было. Я хочу представиться, меня зовут Сафика Валенко, я родительница двух детей, которые учатся в этой школе. Я вам очень благодарна, что вы остались, потому что это важно. И у вас нас слышно, потому что мы люди, мы родители, мы заинтересованы в этом лице. И, конечно, имеем право участвовать в том, что сейчас происходит, и для нас важно, кто будет директором нашей школы. Это принципиальный вопрос. Почему сейчас этот вопрос поднялся, что об этом собрании сказано не было. Нас бы было много больше, если бы люди знали об этом раньше. Но нас даже сейчас пускать не хотели. Это некрасиво, неправильно. Давайте так, чтобы мы не дискутировали на тему, кто где стоял. Сейчас зашли все, кто хотел, или там кто-то есть на улице? Все, кто успел. Все, кто успел. Отлично, хорошо. Коллеги, вы тоже вопросы. Есть ли среди присутствующих те, кто поставили подпись? Да, конечно. Все, отлично, хорошо. Тогда можем конкуртивно говорить. Мы посмотрели то, что написано здесь в обращении. Я, в принципе, готов на эти пункты ответить. Но я хотел бы просто вашу позицию услышать. Потому что одно дело, что там написано на бумаге для коллектива в подписи. Другое дело, что, может быть, вы хотели бы высказать. Давайте вот разберемся в этом. Итак, 16 июня у вас назначен новый директор. И, соответственно, с точки зрения тех, кто подписал данное обращение, но назначение выглядит странно. Расскажите, коллеги, в чем претензии. Давайте мы попробуем. Давайте. Во-первых, всем понятно, что происходит ротация кадров, сменяемость и так далее. Но сменяемость эта может и должна быть только в лучшую сторону. Мы можем поменять человека либо на человека равного по опыту, по образованию и так далее, либо на человека, который обладает большим и лучшим качеством. В данном случае это не так. Я сейчас не буду обсуждать, никто не будет обсуждать, ни в умовстве, ни так далее. Это все бабские разговоры. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы нас как родители услышали, и нам предложили другие варианты из тех, что мы, возможно, не знаем. Это может быть педсостав, это может быть госпожа Довленкова, которая может и вполне в состоянии сдать этот экзамен, чтобы быть директором школы. Как человек, которого мы, а, знаем, б, зарекомендовал себя уже в работе в нашем совхозе, и мы можем спокойно доверить своих детей ей. Потому что директор школы – это очень важная должность. У меня, например, ребенок идет в 11 класс. Я прекрасно понимаю, что какая голова, такая и школа. Я, например, очень не хочу, чтобы человек без образования и без нужного опыта работы, а для директора школы – это самое важное, опыт работы, был директором школы для моего ребенка, потому что нам 11 класс, нам сдавать ЕГЭ. И если здесь начнется, а он начнется, бедлан, это вообще нехорошо будет. Поэтому мы, как родители, очень вас просим дать нам возможность выбрать другого директора для нашей школы. Мы вообще просим о том, чтобы эта должность, как и многие другие должности, была все-таки выборной. Должно быть несколько кандидатурных рассмотрений, наши пожелания высказаны, какой человек желатель на эту должность, на это место. Мы живем в правом государства и имеем право голоса. И, конечно, власть, я уверена и убеждена, что вы к нам прислушаетесь, потому что мы родители, нас много, это наши дети, это наше будущее. А как у нас президент говорит, что дети – это наше будущее, что мы должны вкладывать, а в образование очень многое. Вот давайте вкладывать. Мы хотим, чтобы у нас были сохранены все условия, которые были в предыдущие годы. Традиции. Да, традиции. Традиции, условия, потому что... Здесь замечательно, да, замечательно. Мы пошли в первый класс, сейчас мы перешли во второй класс. Мы не готовы к кардинальным изменениям ни программы Школы России, которая нам далась, слава Богу. У нас была продленка бесплатная до 6 часов вечера ежедневно. Бесплатные секции, баскетбол, футбол. У меня ребенок занят целый день. Я могу посвятить себя в работе. Это обязательно. Учебники бесплатные, питание бесплатное. Все бесплатное. Здесь есть микроклимат, который, в общем-то, сложился годами. Он правильный, и школы недовольных не было. По крайней мере, мы хотим, чтобы это не стало хуже. А от опыта и профессиональных знаний это зависит напрямую. И мы убеждены, что человек, которого вы предложили, не обладает ни опытом, ни достаточными знаниями, ни квалификацией для того, чтобы это должен заняться. У нас еще вся сложность в том, что после обтенения в округ в территории, мы, можно сказать, укрупнились. У нас одно руководство. Но совхоз, поселок, все-таки, это остается поселком. Здесь люди все друг друга знают. Здесь очень теплые, доверительные, дружеские отношения. И все, что происходит в совхозе, оно распространяется. Мы как бы успели заметить, молниеносно. Поэтому именно ситуация о том, что просто не предупредили. Сначала выбило людей из колеи. Потом дополнительная информация, которую мне предоставили, они вынуждены были сами ее искать. И, соответственно, искали они информацию, которая, ну, можно сказать, вызывает сомнение. То есть никто не ищет искать какие-то положительные стороны после того, как какие-то там, допустим, ну, как нам уже сказали, мы не будем сплетни собирать. Поэтому мы рассчитывали, что с нами хотя бы будут считаться и хотя бы оповестят заблаговременно. Потому что, еще раз говорю, школа с традициями. Школа довольно на хорошем счету. И вот поэтому, собственно, сложилось то, что... Хотелось бы, чтобы так и осталось. Ну, у нас вообще легко ощущение того, что осталось, что произошло нахрапом. Летом, в начале отпусков, экзаменов. Это лирика. Нам сейчас нужно прийти к какому-то конкретному соглашению и как-то решить вопрос. Летом, не летом, сейчас мы понимаем, что ситуация сложилась как сложилась. Поэтому ее нужно сейчас решить, отбросив все эти эмоциональные, там, женские, родительские какие-то моменты. Вот мы хотим нормального директора. Пожалуйста, предоставьте вам директора. Чтобы мы спокойно могли отпускать свои дети. Дело даже не в нормальном директоре, а в тех, кто здесь преподавал, либо кто знаком со средой этой школы. Конечно. И педсоставы. Здесь слово нормальное не подходит. Здесь слово должно быть родное. Да, больше, наверное, родное. Потому что, как уже женщина сказала, что из спецсостава либо выбрать, потому что есть много достойных кандидатов в СОП, там, работы, а также мы бы очень хотели, если бы это должность заняла Елена Ивановна. Потому что она также здесь в СОПе, там, работа, и вот она из мамы училась при ее руководстве и была достаточно довольна. Добреникова, да, в Украине я сейчас говорю. Она начинала здесь с вожатой, потом с заместителем директора она преподавала здесь довольно давно. Но она знает традиции, ее любят даже те, кто уже закончил эту школу, родители этих детей. То есть и сложился вот такой микроклимат, который очень в связи с тем, что я, возможно, не должна это говорить, но в том числе и со вчерашними событиями, которые у нас в совхозе облетела вот эта весть. То есть даже в связи вот этих событий нам гораздо спокойнее было бы, если бы в школу руководил человек, который себя уже здесь зарекомендовал. Простите, у меня некомпетенция, что в человек возошло? Судебное заседание. А, это сюда мы. Нет, вы учитесь сейчас, вы учитесь, пожалуйста, в школу. Еще раз говорю, это тоже влияет на нашу внутреннюю психическую, там, психологическую составляющую, на микроклимат. Еще раз говорю, может быть, это в школе напрямую отношения не имеет, но это немаловажный факт, поэтому. Это своего рода такое, знаете, масло в огонь. На самом деле это влияет, потому что школа, она находится на территории градообразующего предприятия, и это предприятие играет большую роль в жизни школы. И говорит, у нас лавоколь просто вот вчера. Поэтому еще, если будут новые потрясения, но это вызовет определенного рода какую-то волну, и... Ну и в период, пока Елена Ивановна, если она даст свое согласие, я думаю, она даст свое согласие, будет проходить пока рекрутинг вот этот, вот обучение, что там ей нужно пройти, хотя она уже была директором школы, я думаю, что ей уже это вообще вполне не нужно. Ее можно просто назначить, и все. Мы предлагаем назначить исполняющую школу. Ну, хорошо, есть. Внимание, я просто хочу пояснить, что Елене Ивановне предложила должность директора новой строящейся школы, и она согласилась заниматься именно этим большим таким проектом, потому что школа новая в пригороде лесной на 1100 мест, которые планируются к открытию. Елена Ивановна сейчас устраивается заместителем директора в Молоковскую школу. Нет, просто дело все в том, что... Ну, а почему не согласились? Это вопрос, что она с учредителем, да, конкретно. Она посещала эту школу, она дала свое согласие, поэтому пусть она примет решение. Параллельно сюда, вот, на направлении... Предложение сюда. Коллеги, можно я... Нет, потому что этот вопрос уже прошел, да? Она удастась. Уважаемые коллеги, давайте я немножко поясню порядок, порядок вообще, как это происходит, да? Все-таки, ну, школа – это не супермаркет, да? Здесь нет ситуации, что пришел, выбрал, какую хочешь, забрал и пошел. Так и так не бывает. Действительно, есть процедура назначения директора школы, и директор школы назначается только из числа тех людей, которые включены в областной кадровый резерв. Это действительно так, а для включения в него необходимо пройти те процедуры, которые предусмотрены рекрутинг-центром, тем самым, о котором мы говорим. Там тестирование на владение нормативной базой и оценка профессиональных качеств, там психологическое тестирование – самая сложная часть. Это собеседование с комиссией, да? Это открытая процедура, там участвуют эксперты, ведущие в области директора школ, представители профсоюза и так далее. И по итогам, соответственно, закрытым голосованием принимается решение о включении или не включении человека в кадровый резерв. Фамилия госпожи Добренковой сегодня уже звучала, мы проверили, она действительно подала заявление о прохождении рекрутинг-центра, и я не знаю, что ли она по Угустовскому комиссию она успеет или нет, но если все будет хорошо, она и пройдет. Будет ли она и эту школу рассматривать, и другую школу рассматривать, я понятен, нет, потому что резерв у нас областной, единый, человек туда включается, а дальше она значима может быть только оттуда. Значит, это вот то, что касается, почему не предложили, да? Ну, потому и не предлагали, потому что ты сначала пройди облашение, а потом будем предложить. Значит, коллеги, вот скажите, правильно я понял, я постарался записать, ну, в такой вольной форме, значит, не нравится, что не оповестили о принимаемом решении, сомнения в профпригодности действующего директора, просим дать... У нас нет сомнений, у нас есть удоверенность в профнепригодности. Ну, коллеги, давайте чуть-чуть, мы спокойнее, как вы будем фрагировки подбирать, просим дать возможность выбрать директора, хотим сохранить традиции Школы России, особенно, да, как программа, но, условно, в традиции попал, но это важно, да, это программа обучения. Сохранить объем дополнительных образовательных услуг, дополнительных бесплатных образовательных услуг, я вообще написал бесплатные услуги на целый день, как-то так мы и поняли. Спасибо. Ну, это камера, поэтому я стараюсь как-то более четкий фрагмент выбирать, такие более правильные. И, значит, рассмотреть Добренкову или другого человека из коллектива на позицию руководителя. А на время того, пока Добренкова будет проходить все положенные процедуры, назначить исполняющего обязанности кого-то из коллектива нашей Школы? Можно добавить? Уволить Андрея лучше. Ну, потому что, если есть приказы... Ей можно предложить место в пригороде Лесном, я думаю, ей там более удобно. Нет, я сейчас не в формате того, что нам делать... Хорошо, уволить Андрея лучше. Я в формате того, что как мне записать предложение. Хорошо, уволить Андрея. Уволить Андрея. Нет, ну формально это так называется. Сейчас мы заключим трудовой договор. Пожалуйста. У меня первый вопрос. Вы сказали, что Елена Ивановна сейчас проходит в аттестацию, в подготовку, как правильно называется. Да, да, да. То есть у нее есть возможность дать свое согласие? Это первый вопрос. На что? На управление данной школой. На какую-то теоретическую конкурсу. Да, теоретически правильно. После того, как она все сдастся. Есть ли у нас с вами право дать согласие на какую-нибудь там должность? Право есть. Наша влокация была. Да, все. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали, что есть определенный, ну я его назову, реестр, да, где кандидатуры... Кадровый резерв. Да, кадровый резерв. И что во всем этом кадровом резерве не нашлось более профессионального человека, чем уважаемый Андрей? Или им предлагают? И проживающего хотя бы чуть ближе. Чуть ближе, да. Ну, я первым открою секрет. Вообще единственным человеком из Ленинского городского округа, кто находился постоянно на 16 число в кадровом в зверхе, действительно была одна матерьеза. Все остальные или назначены, или не рассматривают назначение директором вообще. То есть это действующие изнастики. Поэтому сегодняшний день... Домой, соответственно, из дома сюда, Добринкова живет на территории ЗАУ-Савкоза. Через дорогу. Еще раз, я вам сейчас расскажу, как была процедура. Мы изучили этот вопрос сегодня. Я сегодня, вот, сколько мне приятно? В 11-м, сейчас. Мы сегодня занимаемся этой темой. Поэтому я вам расскажу. Но я хочу сначала, чтобы мы структурировали. Потому что я могу вам ответить по тексту письма. Вы скажете, приехал Бронштейн, ничего не здорово, и не потратил наше время. Можно историю пришли, мы пришли, приди к кому-то другим решим. Проговорили, чтобы у нас было. Значит, давайте так. Так, все, да? Все мы собрали. Все пожелания. Давайте теперь по ним пройдем. Значит, первое, то, что касается того, что мы провести. Ну, вообще, давайте разберемся, как назначается директор школы. Это не желание Бронштейна или кого-то еще. И это, в первую очередь, есть документ, который называется Устав образовательной организации. Если вы посмотрите Устав этой школы, Муниципального автономного образовательного учреждения, то вы увидите, что там достаточно четко прописано процедурное назначение. Там это относится к компетенции учредителя. У нас учредителем является управление образованием. И в этом смысле сама процедура выполнена безупречно. Поэтому процедуры согласования с родительским комитетом, ну, с родительским комитетом вообще ни у кого нет такой процедуры. Есть процедуры, бывают процедуры в учреждениях, которые не МАУ, которые ОНО, да, автономные некоммерческие организации. Там бывает процедура согласования директора наблюдательным советом. У вас, насколько мне известно, кстати, создан наблюдательный совет в образовательной организации, по крайней мере, на сайте и есть соответствующий документ. Поэтому наблюдательным советом в теории можно согласовывать, но для этого эта процедура должна быть предусмотрена Уставом. В настоящее время она Уставом не предусмотрена. Поэтому здесь, наверное, мы с вами ничего здесь не поменяем, и надо менять Устав. Какое мнение можно ввести? Ну, я говорю, менять Устав, пожалуйста. Это тоже компетент соучредителей Управляющего Совета обсуждаете. Но на сегодняшний день в рамках действующего Устава я к чему говорю, что процедура действительно соблюдена абсолютно. Нет, с точки зрения законности мы и не сомневаемся. Но просто чрезвычайная ситуация требует чрезвычайного решения. Я думаю... Ну, я не знаю, насколько она чрезвычайная. Мы сейчас с вами пообсуждаем. Значит, второй момент очень важный, который мне, честно говоря, так вызвал много вопросов, это то, что касается пропригодности и так далее. Значит, коллеги, я на что хочу обратить внимание. Мы не обсуждаем личное качество. Мы с вами сразу об этом договорились. Я здесь вам спасибо за конструктив. Мы не обсуждаем какие-то слухи, но мы говорим о неких реалиях. Вот в этих реалиях есть у нас с вами требования квалификационные в должности руководителя образовательной организации 821-й Миндравсострады. И есть требования наше касаемо наличия, то есть включения человека в кадровые резервы. Обе эти позиции, они соблюдены. Значит, Наталья Юрьевна имеет соответствующее образование, она преподаватель психолог. Управляется, извините, что это при вас, про вас в третьем лице, ну, в школе зашел такой выбор. Имеет в полную степень магистра по государственному и муниципальному управлению. И в этом смысле, или что, судоуправление образованием, ну, напомните, я не вижу, что это было. Государственное муниципальное управление. Государственное муниципальное управление. Поэтому с точки зрения образования и с точки зрения соответствия квалификационных характеристик, сомнения здесь в время про компетенции. Опыт работы тоже достаточный. Наталья Юрьевна у нас работала в Истиненской школе заместительного директора. Сколько? Нас интересует конкретно педагогический стаж, понимаете, а не как его менеджер. Да, нет, подождите, но заместительный директор школы – это завтра. Это педагогическое должное. Мы понимаем, на преподавательской деятельности стаж конкретно предмет и стаж. А почему, подождите, она психолога. А стаж? Стаж какой? Преподаватель психологии? Преподаватель психологии. В школе. Коллеги, предмет психологии у нас не включен. Например, на основную образовательную программу. Поэтому это немножко странно спрашивает. Сколько лет ты преподавала психология? Но, тем не менее, квалификация. Есть педагогическое образование. Есть опыт педагогической деятельности. На сайте Министерства образования написано о том, чтобы вступить в должность директор школы, нужен опыт работы заместителем воспитательной, ну, залочим, да. Нужен стаж не менее пяти лет. Мы так понимаем, стажа пяти лет, залочим нет. Опыт работа на руководящей должности. Опыт работа на руководящей должности. Коллеги, еще раз, давайте мы сейчас тоже диспутировать не будем, или откроем нормативные документы, все просто почитаем. Да, мы вам прибыли, я имею в виду. Вот, да, еще раз, с точки зрения соответствия требований, квалификационных требований. Формально все соблюдены. И отклонений здесь нет. Этого проверим. Значит, ну, и еще один момент. Давайте обратим внимание в окно шту. Значит, как происходило назначение? Значит, назначение происходило, это вот ответ на вопрос, почему не посмотрели там других, да? На самом деле посмотрели. В этом смысле управление тоже выдержало те требования, которые должны были выдержать. В соответствии с тем соглашением, которое заключено между Министерством образования и городским округом. Они обратились в окно шту, которые действительно получили спирт выписку тех людей, кто сейчас стоит в кадровом резерве. Из этих людей согласился работать в Ленинском округе только один. Там четыре кандидата. Согласился работать в Ленинском округе только один. Потому что надо понимать, что очередь не стоит на должности директора школы. Другой вопрос, что если есть конкретные люди, которых мы с вами хотели видеть во главе школы, и это имеет, это 25-й вопрос, но вообще во главе школы, то дверь эта открыта, но, как показывает опыт госпожи Добрянковой, то же самое. Пожалуйста, если есть еще, приглашайте. Пусть люди пройдут оценочные процедуры, подтвердят соответствия продукционным требованиям. Проблем с их назначением, потому что никаких не возникнет, да и не может возникнуть. Поэтому здесь вопрос в том, кого мы предлагаем. То есть, есть ли у нас человек в соответствующем требовании готовый работать. Вот на сегодняшний день у нас такой шаги нет. И в этом смысле назначение Натальи Юрьевны выглядит абсолютно. У нас просто один кандидат. Важный момент, который был в обращении, на который я тоже обратил особое внимание, и сегодня мы это тоже обалдительно проверили, это то, что Татьяна Геннадьевна, да, Татьяна Геннадьевна, то, что Татьяна Геннадьевна, возможно, была уволена под давление. Значит, мы посмотрели. Татьяна Геннадьевна писала заявление 10 июня. Приказ своего расторжения трудового договора издан 15 июля. То есть, таким образом, у нее было минимум 5 дней для того, чтобы отозвать заявление, если бы оно действительно было написано под давлением, поэтому здесь это ее право. Именно, что тоже мы не будем обсуждать, потому что это недоказуемый момент, я вам показал, что это недоказуемый момент, кто на кого давит, как это можно делать, всеми люди слушают. Вы просто меня перебили, а если бы вы дали мне договорить, то вот получилось. Потому что я хотел сказать, что если она обратится в суд и докажет, что это в суде, то вопросов нет. Но сегодня заявлять о том, что да или нет, нет, к сожалению, мы с вами не можем. Значит, что по поводу альтернативы. Трудовой договор мы сегодняшний день с Натальей Юрьевной заключим сроком на один год. 16 июля. По истечении этого срока решение о продлении, если не будет внесено изменение устава, то будет принимать учредитель образовательной организации. Здесь как бы публичных никаких процедур не предусмотрено, но я полагаю, что это просто надо делать совместно и оценивать уже реальные результаты деятельности, а не, так скажем, обольное обвинение. Что важно, значит, я обратил на первую встречу с управляющим советом, я обратил внимание Наталье Юрьевне на этот момент, сейчас вот тоже хотел подчеркнуть, не буду. Второй раз один и тот же вопрос задавали. Но вот коллеги не дадут соврать, которые участвовали в первой встрече, значит, что за три недели Наталья Юрьевна не нашла возможности встретиться с родителями. И вот этот список важных маркетов, как Школы России, как бесплатные кружки, ну и так далее, как традиции, не нашла времени этот список такой сформировать, понять, что для вас реально важно. Вот это главная проблема. И я в этом смысле обратился к коллегам, к членам коллектива, попросил их помочь, чтобы они тоже помогли вам в диалог наладить. Значит, давайте так мы с вами сделаем, я же понимаю, что вы от меня решение какого-то ждете. Давайте мы с вами сделаем так. Значит, три месяца с момента назначения пройдут в конце второй недели сентября. Фактически вы уже первого, ну первого у нас линейка и все прочее, торжественный день, но 5-го, 7-го вы будете четко понимать ваши желания относительно жизни Школы. Они реально выполнены или нет? Традиции сохранены или нет? Вы еще это будете легко понимать, потому что если для вас принципиально, чтобы сохранились Школы России, вы это узнаете еще в августе. Если для вас принципиально, чтобы сохранились те кружки, которые здесь были, вы это узнаете еще в августе месяце. Об этом и речь. Мы сейчас говорим с вами про Школу, мы не обсуждаем личности, мы говорим про Школу. Вот поэтому, что я вам предлагаю. Значит, я вам предлагаю такую черту принятия решений проводить в конце второй недели сентября. Тогда станет понятно, вошла ли Наталья Юрьевна вместе с коллективом, вошла ли она в год, может ли она в год. То есть нам ждет, когда зачитали она чем-то в больнице? Нет, 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 подождите, у меня сейчас не надо ждать. Коллеги, вы сейчас к меня закидаете вопросами, это ваше право, но я только что разговаривал. Потому что идет речь о наших детях, вы понимаете, что ни о цветочках, ни о детях договорились. Спасибо большое, я имею высшее педагогическое образование и большоество свободы, поэтому я понимаю, что это. Значит, я разговаривал только что с представителями педагогического коллектива, все, по крайней мере, с кем я разговаривал, выразили поддержку Наталью Юрьевну. И никто из них увольняться, коллеги? Нет, нет, неожиданно. Все мы люди. Все мы люди. Пожалуйста, пригласите сюда того, кто скажет, что я уволюсь. Да. Вот про это еще отдельный можно, вопрос пока не ушли. Кстати. Сейчас родители отзванивают, смс-ки шлют, что каждого в отдельности будут вызывать и спрашивать. Можно, пожалуйста, в вашем присутствии заручиться такой гарантией, что если хоть кому-то из родителей, кто подписал это обращение, будут отдельно вызывать по данному обращению и задавать какие-либо вопросы, как бы в одиночестве, оказывая при этом моральное давление, а это должно быть, то как бы просим вашего разрешения по каждому факту или по общему факту, скриншоты, прям вот вам прям сигнализировать. Потому что стрим, прям, как раз вот до этого, в принципе, вполне хватит, чтобы собрать каждого человека и спросить у него в глаза. Нет, смотрите, здесь была, может быть, сейчас ситуация была вызвана тем, что как раз я понял, что пригласили на встречу не тех родителей, которые я подписывал, но просил пригласить тех родителей. Нет, 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 сейчас параллельно появилась другая информация. Пока ждали мы встречи с вами, уже в чаты поступала, начала поступать информация, что только попробуйте. Понятно. То есть если вы думаете, что мы сейчас пришли и сказали, что мы одна семья, мы пошутили, мы не пошутили, мы одна семья и у нас нет секретов. У нас на бюджетников давление оказывают людей, на которых оказывают давление по работе, которые связаны с администрацией совхоза имени Ленина. У нас есть угрозы уже о том, что люди будут уволены. Понятно. Коллеги, значит, давайте так... То есть если вы хотите сказать, что учителя сейчас пришут и скажут, что мы не поддерживаем, такого не будет. Вот в ситуации, когда... Нет, нет, подождите. Вас мы сейчас спросили. Вы поддерживаете или нет? Вы говорите, нет. Почему считаете, что учитель не скажет? Потому что... Вы же только что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Коллеги, еще раз. Простите. Я общался с теми учителями, которые входят в состав управляющего совета. Я не могу решать ни за кого другого. Я вам передаю те слова, которые я услышал от представителей, имеющих право, как член управляющего совета, говорить от лица коллектива. Если на самом деле коллектив занимает другую позицию, ну, вполне возможно, но тогда давайте дождемся... Хорошо. Если весь коллектив займет другую позицию и он будет против, вы гарантируете, что с вступлением нового директора здесь останутся все эти педагоги? Вот эти, которые были против. Вы можете гарантировать, что останетесь на той работе, на которой вы работаете? Они напишут по собственному желанию, потому что далеко и ездят. За далеко и опасно переходить через дару. Коллеги, еще раз. Что нам важно? Вот услышите. Что нам важно? Нам важно, чтобы в школе не была создана атмосфера, провоцирующая уход учителей и кардинальные изменения образовательных действий. Правильно? Вот это важно. Скажите, пожалуйста, сколько подписей у вас? Просто вопрос. 600 с чем-то. Сколько детей учатся в школе? 680. 680. Скажите, пожалуйста, не будет никакого напряжения, не будет никаких конфликтов, которые родители будут противостоять директору? Еще раз. Пожалуйста, еще раз. Значит, на сегодняшний день родители противостоят не директору, а родители на сегодняшний день противостоят самой ситуации. Вот как, по крайней мере, следует из того, что вы сказали. Вы противостоите самой ситуации. И вы сразу сказали, давайте мы не будем обсуждать личности. Нас устраивает того, кого назначены на должность директору. Потому что вы опасаетесь, что уйдут учителя, что изменится образовательная программа, что уменьшится количество предоставляемых услуг. И я вам говорю, да, это крайне важно. Давайте возьмем срез тогда, когда можно будет принять, ну, увидеть, что это действительно происходит. Сегодня это опасение. Если мы сейчас дадим время на срез, можете секундочку, то потом нас этим временем будут дальше уберить. Мы потеряем. Почему? А чего раньше не обратились? Нам скажут, что вы сами дали человеку шанс, вы сами было в собрании, и вы сами дали человеку шанс. У человека год, пусть досидит до года. И так это и будет. Вот именно так, да. А потому что я вам сейчас объясню. Потому что об этом, то, что сейчас происходит, Андрей Александрович должен был оповестить нас за две недели, за день даже. Хорошо. Ладно, за день. Даже сегодня, если бы Андрей Александрович прислал бы мне СМС-ку, как он узнал, что вы приедете, нас было бы намного больше, и мы бы вам конструктивно еще высказали бы свою позицию. Но почему-то Андрей Александрович решил, что он не должен оповещать жителей. Хотя на первой встрече, когда мы с вами знакомились, мы вам говорили, что мы жители, мы одна семья, и мы хотим обсуждать все, что здесь происходит. И по-честному идти к этому. Хорошо. Вот смотрите, видите, вот камеру можно, пожалуйста, меня поднимать сейчас? Спасибо большое. Бараштей Илья Михайлович, вот маску снимаю, что у меня было видно. Да, спасибо большое. Бараштей Илья Михайлович, вот не будем мы сейчас относительно Андрея Александровича еще кого-то. Ну почему? Я вас предупреждаю, заблаговременно, я готов на второй неделе сентября приехать сюда для того, чтобы мы снова собрались, не на площади, не с транспарантами, а собрались с конструктивной группой, обсудили, как и с чем вошла школа в новый учебный год, и обсудили, какая судьба дальше ждет эту школу. Возможно, по итогам этой встречи мы примем какие-то кадровые решения, я этого не исключаю. Но говорить сегодня, спустя 2-3 недели после назначения человека, в период, когда образовательный процесс не ведется, говорить о том, что человек некомпетентен, коллеги, я считаю, это не ответственно. Ну хорошо, когда вы назначаете на должность директора у человека, есть записи же в трудовой книге, да? Да, совершенно верно. Из Истринской школы. К чему ушла? С позиции заучивания? Нет, не с позиции заучивания. Нет, она же была заучивания. Стала сейчас проводить. А потом назначили ее директором. Так она не была там директором. А почему не была директором? Скажите, пожалуйста. Она приняла, видимо, решение такое. А то есть родители, которые стояли под воротами, и весь персонал, который увольнялся, такого и не было. Можно ли все поправить? Ну, давайте не будем делать вид, что никто ничего не знает. Министерство образования не знает о том, кем, почему директор школы. Коллеги, уважаемые. Я не понимаю, если был хороший завеститель директора, почему не назначили? Вот. Хороший вопрос. Уважаемые коллеги, еще раз. То, что касается трудовой. Трудовой не пишут. Вы понимаете, что родители не удовлетворял замдиректора, поэтому они решили не делать виду директором. Мы ваше ощущение, вашу позицию, мы услышали. Вы скажите, пожалуйста, что вы там месяц... Да, я скажу, то забуду. Весите, пожалуйста, в архиве еще один момент. Психологическое спокойствие и родителей, и детей, спокойная обстановка для моих детей учиться, это очень важно. Потому что превратить школу в арену боевых действий упертых родителей, а я понимаю, что чем больше такая ситуация, она будет накаляться. Никто не будет говорить, ну ладно, ну так и будет. Так за полу. Превратить здесь ситуацию в восстание родителей и молчаливое восстание подростков, а вы их не списываете с ищетов. Я, по крайней мере, говорю о своих подростках. У меня дома такие дети, которые молчать не будут. И я понимаю, что вместо того, чтобы заниматься одиннадцатым классом и поступлением, мы будем заниматься... Революцией. Революцией. Зачем это? Мы не хотим бегать с транспарантами. У нас есть своя работа, у нас есть свои жизни и так далее. Никто не хочет здесь бегать с транспарантами. Поэтому нам нужно прийти к такому решению, которое бы абсолютно успокоило родительский коллектив. Я понимаю, что стопроцентного у нас тут не голосование, поэтому стопроцентного да, не будет. Но 90% родителей должны быть в порядке и в покое. В данном случае... Вот вы знаете, я вот абсолютно здесь с вами согласен и, конечно же, готов подписаться по словам вашими, потому что я уже сказал на первой встрече, я ровно об этом уже сказал. Прошло три недели, а, собственно, если бы я сегодня не приехал, то вот такого разговора о том, что важно, о том, что можно и что нельзя. Да, это бы не произошло. Но, еще раз, здесь надо понимать, что есть, конечно, специфика на этой территории. Вы тоже с этого разговоры начали. Здесь традиционно жители очень активно принимают участие. Здесь важен диалог. Просто если вы сами, коллеги, ну вы тоже поймите. Я сейчас это в качестве поручения напишу. Но если вы сами будете от этого уклоняться, то оно тоже от диалога, от конструктивного. Мы здесь не упертые баранки. Ну давайте так договоримся. Мы только с того, чтобы договориться. Давайте так договоримся. Мы вас прекрасно понимаем. Вы, чиновник, у вас есть определенные задачи, так же, как наш новый член нашей семьи. У вас есть свои задачи. У нас есть свои. Мы должны обязательно как-то коммуницировать и находить эти общие точки. Мы просто хотим так, чтобы вы нас услышали. Что у нас есть четкая позиция. Что мы готовы к любому диалогу. Что мы здесь вменяемые, разумные люди. Неупертые. Не просто из вредностей и принципов никто здесь кричать не будет. Если человек каким-то образом волшебством для меня, но бывает все на свете, вдруг покажет себя как прекрасный руководитель школы, мы будем только рады. Но мы хотим иметь возможность в том случае, если мы, родительский коллектив, будем считать, что это не так, мы хотим иметь твердые гарантии, что мы сможем повлиять на замену этого человека. К личности не имеет никакого в данном случае отношения. Я уже об этом сказал. Хорошо. Повторяю, нет смысла. Вторая неделя сентября. Середина. Встречаемся? Да, середина. Потому что там не смотрел календарь. Я думаю, что нужно обязательно встретиться в любом случае. Мы давайте так, Наталья Юрьевна, вы сейчас с присутствующими родителями, вы контактами обменяйтесь, список составьте. Я никуда обменяйтесь. Ну пожалуйста, это ваше право. А можно с вами обменяться? Да. Какой я сейчас? День, день и еще у нас год. Можно я договорю? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас договорю. Обязательно ответим. Значит, просто я не хочу, чтобы была яграда, а не ворота. Нет, нет. Вот сделайте список. Вот присутствующие здесь, люди, которые не боятся говорить, люди, которым, я так понимаю, доверяют, и там через чаты сейчас другие пишут. Вот вы наладьте друг другу вот этот диалог. С кем с другом? Вот с Натальей Юрьевной. Мы не можем наладить. Почему? Что мешает? Можно я? Что мешает? Да, пожалуйста. Вот раз мы тут говорили, наличницы не приходите. Слушай, а можно вы не будете вставать? Что я должен вставать? Я, извините, у меня мама трекла. Пацанов, я не могу сидеть дома. В общем, смотрите, какая ситуация. Я, помимо того, что являюсь активистом совхоза, слежу за ситуацией политической в том числе, почему я сказала, чтобы не было потом, почему бы молчали. То есть я имею отношение к каким-то административным ресурсам. Я была в родительском комитете у старшего сына. Мы лучшая семья города. То есть у меня никаких вот таких вот, чтобы там, знаете, опыт просто большой. И вот смотрите, бывают такие случаи, когда у посевов учитель замечен в какими-нибудь, я извиняюсь, в ночном клубе там на шесте и, я извиняюсь, в уставе где-нибудь там в документах, в трудовой книжке. Это же никак невозможно отметить. Но у родителей в каких-то определенных учебных заведениях складывается определенное опасение, что вот эта вот дама учит их взрослых сыновей. То есть они выявляют какие-то свои... Это пример не боже мой. Я просто пример привожу. И вот, допустим, гипотетически складывается такая ситуация в каком-либо поселении о том, что узнают какую-то информацию, да, жители, что-то подобное, да, что им не нравится, через что они не могут переступить. Потому что у нас в поселке, допустим, тоже аналогичная как бы может возникнуть проблема, да. И вот через вот какие-то такие факты, личной жизни, возможно, даже, да, претендента или там уже назначенную на должность, жители могут просто не переступить через как бы вот себя для того, чтобы наладить коммуникацию, чтобы в дальнейшем, то есть лишившись чего-то за счет каких-то других людей, ходить и улыбаться и не нервничать при этом. Я думаю, что мы взрослые люди друг друга понимаем. Чтобы потом не было такого, это совхоз имени Ленина. Это сейчас вот, я так думаю, в ближайшие месяцы, это будет еще красный флаг здесь по всем квартирам, упаси Бог. Я хочу уберечь внутреннюю обстановку школы от вот этих вот внешних негативных факторов. Наши дети живут в наших семьях, им будет хватать вот этих вот революционных настроений и дома. Если они, слыша родителей, они взрослые люди, они воспринимают информацию, если это все перенесется сюда, это будет похлеще коронавируса. То есть это будут нервы, это будет сломанная подростковая психология, мы бы хотели оградить детей. Поэтому еще раз говорю, что бы ни было написано в трудовой книжке, какой бы человек ни был прекрасный родитель, но вот сложились, но не в том месте, не в то время. Может быть, да. Ну просто бывает. Поэтому я прошу, чтобы вы нас услышали, потому что я думаю, что в сентябре нас соберут и скажут, какие профессиональные претензии у вас к данному директору. Мы скажем, а у нас нет профессиональных, потому что мы не успели еще оценить, еще не прошло достаточно. Вы скажете, ну давайте тогда еще год посмотрим. Но все это время мы будем ходить и внутри себя, и внутри себя растить вот это вот негодование. И когда оно вылится, в какой момент, и в какой провокации, в том числе со стороны детей, я вот не исключаю и такую возможность. Понимаете, это вам не советское время кнопка там на стуле, да, это уже более взрослые и виноваты будут дети. И я хочу оградить наших детей, а потом еще, не дай бог, родителей. Пожалуйста. Говорите разумно, коллеги, но только вот еще раз. Услышьте, радь бога. Значит, во-первых, то, что касается подавающего и неподавающего поведения. У нас, с вами, трудовой кодекс предусматривает расслужение трудового договора с трудовым за поведением несовместимой с патриотической деятельностью. Такая регулировка есть. Ну, конечно, надо доказать. А если это совершает кто-то из близких этого человека, к этому человеку претензий нет. Но это морально-психологический момент. Такого нет. Значит, такого нет. Как-то нет. И еще раз, уважаемый человек, я убедительно вас прошу, что у нас как раз будет и дальше конструктивный диалог, личностные аспекты под действительно непринимание. А вот вы правильно сказали, что, смотрите, о чем вы сказали. Значит, вы же правильно сказали, что, а как мы поймем, надо... За две недели. Время и так далее. Вот я вам чего предлагаю. Почему сказал, что у телефона остается, договоритесь о встрече, вы сделаете чек-виз сейчас. Договоритесь о том, как вы будете... Тезаурус. Да? Договоритесь, на каком языке вы друг с другом будете говорить. Что для этого надо? Вот я говорю, мы первый подход сейчас сделали к снаряду. Надо, значит, чтобы на 14 сентября, условно говоря, все классы учились в одну смену. Чек. Классные руководители были на своих местах. Чек. Я условно вам говорю, да, 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 я просто для примера. Бесплатный футбол. Чек. Бесплатное кройка и шитье. Чек. Договоритесь, ну, понимаете, вы тоже не поставьте человека в ситуацию того, что мы что-то хотим, а что хотим не знаем. А что не знаем. Согласны, безусловно. Но есть еще масса неформальных моментов и неформальных признаков. Не только, сейчас же говорят не о том, что бесплатно, это понятно. Это такой общий формальный подход. Не, не, не. Но есть момент директорства в другом. Решение конфликтных ситуаций. Это важно для человека. Решение конфликтных ситуаций. Умение работать с педагогическим составом. Находить к каждому подход. И не только, например, мой ребенок, да, который не очень простой. Моя дочь, например, я это очень ценю. Ходит в школу с удовольствием. И сколько она здесь училась. И всегда говорила, что я школу люблю. И к 1 сентября, если я бы не хотела идти в школу, то мои дети сюда мычатся. И говорят, наконец-то Жанна Валерьевна, наконец-то директор. И бегут. Я хочу, чтобы это оставалось для нее вот так. Хорошо. И это очень много. Вот теперь вы, Илья Михайлович, как человек с профильным образованием и большим опытом. Помогите мне, как человеку без профильного образования, как просто сейчас родителю, понять, как в вашем тезаурсе вот именно эти моменты оценить. Кроме бесплатного питания, все вовремя. Школа укомплектована учителями, экзамены сдаются. Но есть еще вот эти неклассные моменты. Общественная оценка. Общественная оценка. Репутация имиджа. И как себя детитировать. Общественная оценка, коллеги. Значит, общественная оценка всегда упирается в какой скользкий момент. Значит, если это делать где-то публично, на сайте и так далее, ты никогда не знаешь, кто... Невозможно реально сделать. Да, кто рядом. Фейки, тролли, это все. Так точно. Так точно. Поэтому есть нормальный способ, да, в виде того же там сообщения классного руководителя на какой-то единый телефон. Вот так делают, да, то есть вдруг покупают специальную сим-карту. Вот эти сим-карты для единственного момента, чтобы каждый родитель... Сейчас это запрещено. Коллеги, еще раз я вам говорю, как практикуется. Значит, что запрещено? Сим-карту купить? Да. Сим-карту купить не запрещено. Сим-карту, пожалуйста, покупать. Нет, значит, зачем без документов? Почему? Директор купить на себя? Какие проблемы? Не надо, зачем? Я думала, вы хотите поедем и заниматься. Я вам говорю о том, чтобы приобретать сим-карту номер, на который родитель с того номера, который у него привязан к ребенку, может отправить сообщение. Вопрос. Пожалуйста, не хотите, чтобы директор это видел? Доверьте кому-то из состава управляющего сайта. Выберите какого-то одного человека. Который только что проволосовал всеми руками. Да, да, да. Я не знаю, как проволосовал. Вы понимаете, да? То есть, но все равно механизм надо найти. Хорошо. Механизм надо найти. Хотите, хотите это делать? Это конкурент. Да. Вообще снация. Поверите. Вот все, что мы сейчас, мы просто потратим силы. Поверьте. В этом нет. А тогда послушайте еще раз, что надо сделать. Сформируйте чек-лист. Отвлекитесь от личности. Не можем. Вот не можем. А совхоз вчера потерял, я извиняюсь, совхоз вчера потерял миллиард рублей, 200 миллионов. Это могло пойти к нашим детям. И вот люди из семьи этого человека в этом поучаствовали руками и ногами. Коллега, еще раз. Я извиняюсь. Я долго тебе сделала. Я не буду обсуждать. Сейчас нам ответим. Коллеги, да. Это отдельная история. Это не наша история. Мы про школу. Это наша история. Мы ходим по этим улицам, вы понимаете, что эту школу Время Кумы полностью зависела от ЗАО совхоз имени Ленина. Дети питались бесплатно, потому что ЗАО совхоз имени Ленина оплачивал. Детям сюда покупались новое оборудование, шторы и так далее. Я сама здесь училась. И мой ребенок старший здесь учился. И сейчас младшие еще двое пойдут сюда. Вот вам честная оценка. И сейчас я вам скажу. Вы познакомились с Павлом Николаевичем? Да. Да. Как ваш разговор состоялся? У вас какой настрой? Вы будете в дальнейшем сотрудничать с ЗАО? По поводу питания вы прекрасно знаете. Да не по поводу питания. Питание уже давно не финансируется. Как он к вам относится? Вы оценили степень отношения к вам со стороны Павла Николаевича? Ну извините, у нас здесь образовательные учреждения. Сто, коллеги, стоп, простите пожалуйста, секунду, секунду. Все практики оплачивали? Все практики, все оплачивали? Все практики оплачивали? Средствами региональной субвенции на каждого ребенка. Если школе удается дополнительно привлекать внебюджетные доходы, в том числе за счет шефской помощи со стороны совхоза, отлично. Но, коллеги, мы не будем привлекать любые другие стороны к организации деятельности муниципального учреждения. Пожалуйста, совхоз может поставить суставу. Есть учредитель, и учредитель в соответствии с уставом принимает решение о дирекции. Если совхоз хочет принимать такие решения самостоятельно, пусть ставит перед муниципалитетом вопрос о выкупе учреждений. Но сегодня это муниципальная собственность, существующая здесь за счет средств муниципалитета и регионных. Поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, давайте мы не будем пытаться из школы действительно делать площадку каких-то других вопросов. И я, коллеги, я не буду обсуждать здесь только жизнь школы в рамках ее устава. И убедительно вас прошу говорить только об этом. То есть вы не отрицаете, что если ЗАО в лице Павла Николаевича или любого другого директора примет сам решение, да, и вы не припишете это там каким-то бумажкам, что ему просто не нравится директор и его политика, к примеру, решит, значит, перестать финансировать там шефскую помощь, оказывать нашему учреждению. Нигде мы не пропишем, что Павлу Николаевичу не нравится данная личность или нам она не нравится. В официальных бумагах это нигде не будет прописано. Скажут, что просто Павел Николаевич принял такое решение, значит, он негодяйский негодяй, и потом вот эти все фейки-тролли накинутся. И у нас в совхозе будет еще большая куча мала, то есть я так понимаю, что то, что мы останемся без секции, вам скажут, что ваша образовательная деятельность в соответствии с уставом. Уже мы находимся без секции. И уже Людка сказал про чек-лист, и давайте так, давайте будем более конструктивны. Людка сказал про чек-лист, где мы можем все это зафиксировать, пока вот по горячим следам спокойно записать, как он записал себе, и как мы запишем себе точно так же, и потом проверить человека на то, соответствует у нас нет. Это для наших традиций, для наших предшествов САО. Сейчас вот этот чек-лист введут, и тебе потом им будут в лицо тыкать, а традиции, которые были и связывали нас с САО, совхоз имени Ленина, они будут перечеркнуты. Нет, нет, коллеги, все в сторону. Позиция понятна. Спасибо. Вот мама поднимала руку. Я, конечно, не хочу. Я написавшийся против назначения. Хочу объяснить свою позицию. Я не против личности. Я именно рассматриваю это как образовательное учреждение, в котором мои двое детей тоже хочется большинства. И для меня важно, чтобы в этот чек-лист попала вот, знаете, сохранность этого преподательского состава. Команда. Вот я об этом говорю. И я бы очень хотела услышать. Ну, вот тот чек-лист, который хотят родители, вы их в целом услышали. А у Натальи Юрьевны будут какие-то предложения, ну, там, я думаю, она работа какой-то, может быть, она как-то в открытом доступе это где-то напишет на сайте, ну, чтобы хоть как-то люди понимали, куда эта школа будет двигаться. Уже третий раз об этом скажу. Не постесняйтесь, оставьте телефон. Встретите сейчас. Ну, и вам не нужны для этого разговора. О, нет. А вот тут вы заблуждаетесь. Давайте так, если у вас разговор не пойдет, вы не осмокольте. Жители спрашивают, когда вы можете принять за прием людей, которые сейчас-то смогли прийти? Вот люди слушая сейчас, когда вы можете... Ну, у меня есть график личного приема, пожалуйста, можно через приемную Министерство образования. Все, хорошо. Можно записаться ко мне на прием. Сколько человек минимум к вам можно... Ну, что, у нас сейчас мы можем... Ну, два-три. Люди будут приходить в разные... Коллеги, это у нас аппарат регулирует, я, честно говоря, не знаю, как это делать. Ну, так нам с вами связываться. Когда мы встречаем... Все мои контакты... Остаршие все просто 600, которые людей подписали в Коти, в Коти, в Коти, лично с вами встречи, так как мы с вами поняли. Ну, пожалуйста, мы будем встречаться хоть в течение года с какой-то регулярностью. Значит, контакты мои есть на сайте Министерства образования, там же есть электронная почта. Ее вижу я, и мой помощник, поэтому, когда там написано, что просим прием, да, соответственно, она тоже это организует. И есть у нас единое приемное Министерство образования, где, соответственно, точно так же просим записать, как мы заместим Министра Бронштейна, Алию Михайловичу, и тематика, да, потому что, думаю, как бы он подготовится, вот, пожалуйста, мы регулярно это проводим. В сентябре надо так же написать, через приемы, или поиноза... В сентябре я вам пообещал, сейчас, причем публично это сделаю. А как? Да, 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 да. И нам пообещали, что суть удовлетия мы сможем сигнализировать. И мы пообещали, что мы будем присутствовать, а не так, как позвали трех-четырех людей, которые работают. Ну, вы понимаете, вот, уважаемый, простите, что я так вам обращаюсь, а ваше удивительство. Ничего страшного. Вы мне сами, Екатерина, вы сами только что скажете, что вы не будете оставать контакты. Ну, как вас предупредит? Вам я оставлю. Хорошо. Я уже научно опытом... Андрей Александрович, вы не оставили... Не дышали, мы хотели, чтобы мы обещали, но я почему-то... Я думаю, что от всех. Мы вам очень признательны, как профессионалы, которые конструктивно с нами поговорили, я надеюсь, нас услышал и предложил по крайней мере решения, которые хотя бы сейчас, вот на какое-то время, может это бурление немножко успокоит. Я вам благодарна как человеку, потому что это важно, здесь сотни, 50 разъяренных пап, это все тоже понятно. Вы, я думаю, что вы родились, есть дети. Это вам уже? Да? Что это? Что это? Дети. Вы, родители, вы нас прекрасно понимаете, что у нас тоже есть свои дела, и если бы нас ручка не волновала, а? Причем у меня школьника? Причем школьника? Вы прекрасно понимаете, о чем речь, и мы хотим, чтобы наши дети ходили в нормальную школу с абсерсием. И если вы позволите, Наталья Юрьевна, то я ни в коем случае не правая буду, давая вам совет, но коль скоро в такой не очень ловкой ситуации вы оказались там, где оказались, то вы хотя бы тогда сделайте что-нибудь, чтобы люди вас услышали. Самая дурацкая позиция, вы же вроде как профессионал психолог, вы как психолог должны понимать, что самое тупое, что можно где-то молчать. Можно, извините, я тоже родитель, я еще представляю средства массовой информации. И вот я вам хочу сказать, да, что мне не нравится. Я веду канал ТВ, совхоз, освещаем как бы то, что происходит, стараемся объективно. Вот, давайте слово, сегодня я прихожу сюда, перед встречей, меня не пускают. Я спрашиваю, что здесь будет? Скажите, собрание сейчас проходит? Нет, у нас нет никакого собрания. У нас нет никакого собрания. Что вы спросите, сейчас проходит? Я сказал, я пришел на собрание. Я пришел на собрание. Вы просто обманули меня. Понимаете? И это, я сейчас закончу, понимаете, это совершенно нехорошая позиция. Первое, это просто, ну, не общение, в том числе и со средством массовой информации. И второе, вот это вот, ну, не пущать. Я потом записал охранника, сказали, не пускать. Вот в прошлый раз, вот женщина просто, ее не знаю, сидит она. Она точно та же, встала, мы сюда камеру не пускаем. Это не позиция. Можно, да, прокомментировать? Отдельная благодарность, что камеру пустили. Можно я прокомментировать? Да, это по закону. Вы поймите, что вот это, первое, что мы встречались у школы, мы пошли в пути, чтобы сюда приехал руководитель. У школы мы встречались за руководитель. Подождите, подождите, мы добились наконец-то, что приехал руководитель. Началась рабочая встреча. Встреча с педагогическим советом. Первое, с 11 утра сначала. Попросили убедительно, что у нас есть группа, которая хочет повстречаться, задать вопрос. Задержали человека до двух тридцати. А группа-то где? Обезвонили. Вот, вот, вот. Теперь та группа, я та группа, меня... И организовали эту встречу. Вы знаете? Организовали эту встречу. Теперь вопрос. Первоначальник, коллеги. Нет, Андрей Александрович, коллеги уважаемые, я прошу прощения. Стоп, стоп. Конкретный заданный вопрос уважаемым родителям. Я Дмитрий зову. Дмитрий, да, да, спасибо. Конкретный ответ. Значит, действительно, школа это не место для политики, для каких-то, значит, не имеющих прямого отношения к жизни школы, там, массовых мероприятий, для, не знаю, там, провокаций, чего-то еще. Я даже не хочу знать и в этом разбираться. Но, вы видите, вы здесь. Я согласен, что ситуация закрытых школ, это ситуация недопустимая. Мы сейчас с Натальей Юрьевной еще на эту тему отдельно поговорим уже, за закрытыми дверями. Я думаю, что этой ситуации здесь не будет, по крайней мере. Мы с Андреем Александровичем попрошу это тоже держать на контроле, потому что, безусловно, ситуация людей волнует. Никто в этом не сомневается, все это видят. И абсолютно согласен, что спрятаться в раковину, как улитка, здесь не получится. Да. И этого не надо делать. Поэтому поможем. И можно у детей попросить не закрывать калитку школы, когда подходят родители? Не надо сейчас. Калитка была открыта. Зашли все. Как пошла информация, что идут другие родители, калитка закрылась на замок охраниться. Нет, почему, Катя? Смотри, я пришла сюда на значение до времени. Да. А мне директор, она знает, как я, как бы, на какой стороне. Она мне заявила, что никаких собранений нет. Я не знаю, на какой стороне. Вы даже не представили, что вы являетесь... Вы прекрасно меня знаете, потому что я была в самой первой инициативной группе. У вас в кабинете нас было трое. Из троих человек можно было вспомнить. Меня господин Извеков хорошо знает. Мы с ним на встречу. Я увидела, что он идет в школе. Прочитала в чате собрание. Думаю. И я написала, Извеков идет в школу. Мне, опа, точно собрание. Я прихожу и как раз получаю от вас информацию. Мне еще сказали, хотите, мы вам актовый зал покажем? Что нет никаких собраний? Нет, я не сказала в актовый зал. Я просто сказала, нас пригласили. Вас принимали как директора, как человека. Вы начинаете в актовый, вам нужно с этим работать. Я не знаю, что я не знаю. Коллеги, я прошу прощения. Я в том, что так отвернули несколько родителей, которые так же хотели бы участвовать. Я уже вам сказал свою позицию по этому поводу. Я ее считаю недопустимой. Я думаю, нас услышали. Спасибо. Я понимаю, как заправление Минобразования оценивает профессионализм. Но вы должны учитывать, что здесь микроклимат свой. И эта школа жила за счет градообразующего предприятия ЗАО «Совхоз» имени Ленина. И все блага, которые были в этой школе, были за счет этого предприятия. И сейчас, когда проблемы в ЗАО «Совхоз» имени Ленина, это, во-первых, будет отражаться на этой школе, и во-вторых, подожди, и еще, уважаемая госпожа Андреевна, напрямую связана с создавшимися проблемами в этом ЗАО «Совхоз» имени Ленина, на чьей территории находится эта школа. Сколько можно молчать и придуриваться, что никто ни о чем не понимает? Давайте я встречу. Вот, слушайте, коллеги, еще раз. Да мы уже сидим здесь два часа. Вот камера работает, прямой эфир идет. Ну давайте я еще раз скажу. Ну нет же секретов в том, как происходит назначение на должном зале. Да, вы сказали, что нет секретов. Но извините, во всем этом реестре что, не было другого человека? Но у меня уже наборилась, извините. Слышите еще раз. Почему никто на сегодняшний день из вас, из других жителей Совку? Потому что они запуганы. Вот почему. Я вам уже говорю все прямым текстом. Чем запуганы? Чем запуганы? Чем запуганы? Услышьте еще раз. Давление на них оказывается. Дорогие мои. У нас есть аудио. Видео. Да подождите. Дайте вы договорить. Что вы договорили? Что вы договорили? Что вы договорили? Уважаемые коллеги, еще раз. Процедура назначения на должность директора, в ней нет никакого секрета. Для нас он был, нас не предупредили. Да вы дадите сказать мне, уважаемые коллеги. Если у вас, пожалуйста, в ваших злостей, среди коллектива, ну проходите процедуру, приходите. Прошу. От вас вопросов вообще нету. Спасибо. Я для вас пытаюсь лично на вас донести. Я понимаю озабоченных. О чем мы, это, озабоченных, да? О чем мы переживаем? Я вам объясняю. Я понимаю. Родители сейчас боятся за свои детей. Прекрасный человек, замечательный профессионал. Хотя мы об этом не знаем. У него опыта нету достаточного. Но то, что происходит на этой территории, нас всех очень заботит. Весь совхоз. И в том числе у детей. Просто госпожа Андреева все это видит, и она молчит, и она должна понимать, что не будет того, что сразу 600 с лишним человек в один прекрасный момент, в один прекрасный год. Не будет этого. Она должна понимать, что она оказалась не в том месте изначально, не в то время. Если она здравомыслящий человек, у нас есть прецедент, когда человек написал по собственному желанию неожиданно. И этого госпожу Андрееву никто не принуждает. Четвертый раз начинаем обсуждать. Потому что это и есть проблема. Потому что это и есть проблема. Все. Личная история. Личная история. Вас это не касается. Мы поняли. Я прошу, чтобы она нас слышала. Так, уважаемые коллеги, давайте послушаем коллеги. Если есть еще вопросы, не касающиеся личной истории, коллеги, только ради Бога оставьте контакт. Здесь мы просто очень шок. А, да, да. Пожалуйста. Если вопрос не про личность, не про какие-то не имеющие отношения к школе, то, конечно, пожалуйста. Я после этого хотел дать Татьяне Юрьевне слово. Идею буду завершать. Прошел слух, что госпожа Андреева каждому классному руководителю сказала, предоставьте мне список родителей и тех, кто подписался, просит меня. Для каких целей? Подобное. Подобное. У меня есть список родительского актива родительского комитета. Классные руководители составляли списки. Покажите мне тогда, пожалуйста, ту информацию, где вас все принадлежит. Ну, пожалуйста, скажу. А, Татьяне Юрьевне, давайте так. Если вдруг какие-то дети, людей, которые подписались против, вдруг каким-то образом будут испытывать какое-то давление в школе, вас даже Илья Михайлович не спасет. Ну, так и что. Можно я оставлю свой цикл? Я две секунды, позвольте, друзья, родители, мама, подождите. Ну, послушайте. Я, ну, для чего-то тоже вот мы приняли. Да ладно, да. Спасибо большое. Подождите одну секунду, пожалуйста. Я рада, что сегодня имела возможность с вами познакомиться. Заместитель главы администрации. Вот я хочу оставить вам свой телефон. Для меня все просто это новое и интересно. Сегодня я увидела, на самом деле, счастливую школу, потому что дети хотят туда идти, потому что есть команда педагогов. Подождите. Она есть. Команда педагогов. И есть неравнодушные родители. И дайте возможность времени немножко, ведь не так много у вас сегодня его просят. Для того, чтобы мне, например, в том числе тоже понять и почувствовать, что может в этом климате измениться. Хорошо. В каждой школе в Российской Федерации свой, единственный, неповторимый микроклимат. И в вашей школе он есть, он теплый, он живой, он настоящий. Восемь девятьсот семнадцать. Запишите. Восемь девятьсот семнадцать. Восемь девятьсот семнадцать. Восемь девятьсот девятьсот девяносто четыре. Можно еще тогда вопрос? Нужно. Если вы хотите, чтобы мы предоставили человеку время, назначьте тогда его сначала преподавателем в этой школе. Я вам отвечаю, что мы его будем контролировать. Татьяна Юрьевна 8-917-40-20-994. Восемь девятьсот девяносто четыре. А из-за управления образованием кто у нас есть? Начальник управления образованием. Можно еще один вопрос? Татьяна Геннадьевна уколилась на каком основании? Спасибо за заявление. Спасибо. А предложение по поводу места на баллах? Да, мы это обсуждали. Мы уходим в какие-то личные истории? Коллеги, всем спасибо за встречу. Все, все, все. Закончим. Проблема именно конкретно за вопрос имени Ленина. Сюда уже будут съезжаться независимые журналисты. Не думайте, что это останется без огласки. Уважаемые коллеги, мы никуда не уезжаем. Мы еще здесь. Какие-то вопросы есть? Простите. Если вы оставите координат, то нас... Вы же не хотите координат? Хотим. Хорошо. Напиши на сайт школы. Коллеги, спасибо всем за встречу. У нас товарища из Вековой есть номера телефонов половины жителей. Спасибо тем, кто нас в онлайне слушал. Я к ним обращусь. Коллеги, все понимают, что ситуация волнующая. Мы, собственно, работу в самой образовательной организации сейчас с Натальей Юрьевной еще проговорим. Но сегодня и замглавы, и я лично подтверждаю, что мы работаем в школе, держим на особом контроле. И в середине сентября мы подведем черту, если, соответственно, к этому моменту ситуация не изменится, ну, значит, будут приниматься другие решения. Спасибо всем большое за участие и неравнодушное отношение. Спасибо. В середине сентября...